Всем привет! Я художник и комиксист, и сегодня я хочу поговорить о синдроме самозванца и несуществующих вторичных выгодах. Это будет реакция на видео скандально неизвестной сценаристки, но даже не столько именно на нее, ее слова будут иллюстрацией тому, что я очень часто слышала и что меня возмущает до глубины души. Поэтому видео будет эмоциональным. Синдром самозванца многим знаком, если не из личного опыта, то из инфополя художников, как будто ты плох в своем деле, а успех и случайность, и человека с таким как бы синдромом преследует ощущение, что провалы не заставят себя ждать, и вот тогда все увидят, какой же ты плохой на самом деле. Мне кажется, во многом это исходит из осуждения ошибок и доказательства ценности и базового уважения к человеку через достижения, особенно в формулировке «ты или лучше, или никто». Да кто мы такие, чтобы делать то, что хотим, работать там, где хотим и все такое. Сейчас я хочу порассуждать на примере ниже приведенных слов о том, что часто слышала. Утверждение, что вы как бы сами себе мешаете, потому что вам это выгодно. Взять на себя ответственность. Это не синдром самозванца делает с вами что-то плохое. Это вы делаете это с собой. Конечно, проблемы с самооценкой не родились у вас сами по себе, но если вы собираетесь бесконечно винить свое детство, родителей и обстоятельства, то можете смело выключать это видео прямо сейчас, оно вам точно не поможет. Чем быстрее вы поймете, что синдром самозванца – это ваш взрослый выбор здесь и сейчас, тем скорее вместо бессилия это родит у вас здоровый вопрос. Так, а что же я теперь могу с этим сделать? Во-первых, существование вторичных выгод не доказано. Я оставлю ссылку на видео канала «Доказательная психология», чтобы не быть испорченным телефоном. Во-вторых, да, теперь не те обстоятельства, при которых такая привычка сформировалась. Привычка воспринимать себя в таком ключе. Ваших возможностей сейчас, скорее всего, больше, потому что она формировалась с детства, а сейчас вы выросли. Но наследие прошлого и социальной среды, с которой вы выросли – это не ваш выбор. Стараться их изменить – выбор. Но это не значит, что людей нужно винить за то, что такая привычка сформировалась. Ты не был властен над всеми обстоятельствами тогда, а те обстоятельства формировались под влиянием тех, при которых тебя вообще не было. Мы не выбираем свои баги и базовые настройки с утра, с которыми мы заново встанем в новый день, забыв прошлый. Почему нельзя говорить о причинах и чувствовать негодование, и при этом менять свое восприятие? Получается, типа, ты или вспоминаешь и ноешь, или меняешься и не ноешь. Я не вижу в этом смысла. А в-третьих, ты сам себя мучаешь – это явно не те слова, после которых сразу перестаешь загоняться и начинаешь задаваться вопросами самодостаточности. Особенно, если ты и так считаешь себя недостаточно хорошим. Собственно, это и есть определение синдрома самозванца. Это же обвинение жертвы, по сути. И в целом, это не диагноз синдрома самозванца. Это просто описание самоощущения при других расстройствах. Поэтому стоит вообще говорить только о них. Сейчас в вашей голове появилась мысль, типа, ну да, это я виноват во всем плохом в моей жизни. Гоните эту мысль от себя самыми тряпками. А вот как это работает. Кыш, и все мысли ушли. Отвлекает вас от настоящей ответственности. Винить и гнобить себя намного легче, чем взять ответственность за свои собственные результаты. Говорить людям, зацикленным на своей безответственности, якобы безответственности, которые якобы занимают неполагающееся им место, что они безответственны, если чувствуют эти проблемы, зачем? Теперь, когда вы взяли ответственность на себя, нужно понять, в чем же выгоды находиться в состоянии самозванца. Как бы ни было плохо, если вы остаетесь в каком-то состоянии необоснованно долго, значит, есть скрытые выгоды. Нет, значит, нет сил, умений или знаний, денег, поддержки, чтобы это изменить. Если ответственность еще можно трактовать, как это в твоей голове, значит, в твоей власти и в твоих силах это изменить. Но почему бы не сказать так, вместо «вы сами выбрали», вам легче страдать. Вывести себя же на чистую воду составьте список под названием «10 плохих вещей, которые случатся, если избавлюсь от синдрома самозванца». Какие мы обманщики, а сидим в темной воде. Кстати, «Темная вода» — шикарный фильм. Очень советую. Что неприятного может случиться, если вы преисполнитесь уверенностью в себе и смелостью? Какие пугающие опасности скрывает в себе отсутствие в вашей жизни синдрома самозванца? Десяти хороших вещей, которые дает вам синдром самозванца. Выгоды точно есть, иначе этой ситуации просто не было бы в вашей жизни. Какие ваши доказательства? Кокаином. Однако, чаще всего там будет что-то вроде того. Если я избавлюсь от синдрома самозванца и буду просить высокую плату за свой труд, то мне придется отвечать за результаты своей работы соответственно этой высокой оплате. Опять же, такие зацикленные люди и без того не безответственны. Оттуда говорится, будто им просто обломно и работать в полную силу, и выключить загоны. Если я признаю, что мой успех – это результат моих действий, то мне придется перестать верить, что миром управляет судьба, случайность или что-то еще. А меня на самом деле пугает, что все зависит от меня. Я не выдерживаю этой ответственности, и мне легче думать, что все вокруг – это просто везение. Внутри синдрома самозванца на самом деле скрывается страх ответственности, или страх оценки, или страх конфликта, ну или же страх переживания. Опять безответственность, оценки конфликта и, мне кажется, ошибки, да, но с чего взята теория о вере в судьбу, если для самозванца свойственно наоборот думать, что многие заслуживают своих мест, а вот он нет, и что это однажды увидят и осудят. Конечно, это мешает расти, все в процессе совершают ошибки, учатся на них, исправляют и улучшают. Это ощущение, так называемый синдром самозванца, мне кажется, как палка, грозящая ударить по рукам, как только ты напишешь что-то не так. Напишешь, сделаешь что-то не так. Это ассоциация со школой палкой. А иногда она профилактически бьет, или чтобы проверить, действительно ли ты уверен, что все сделал правильно. И привычка хода мысли, как будто рядом с тобой такая палка, опасаться, что что-то не так и внезапно будет удар, логично, если эта палка, собственно, рядом с тобой была. Такое поведение формирует наш опыт, а не выбор в каждый момент и достаточная или недостаточная ответственность. Мы можем получить другой опыт, и не думаю, что такая риторика именно этому способствует. Цель занятия с психологом – получить помощь, убрать привычку к такой палке и получить поддержку. Дать опыт принятия без осуждения, а не услышать, что ты просто боишься ответственности, сам эти проблемы выбрал, иначе бы их не было. Очевидно, что мы не можем повлиять на все, и нет смысла брать за это ответственность. Почему логика или все в твоих полномочиях, или ничего и все случайность, если в конкретных случаях что-то зависит от нас, что-то зависит частично, а что-то вообще нет. И мы никак не повлияли бы на это. А что-то просто чистая случайность, которую невозможно было предугадать. Кому, особенно с такими загонами, на пользу черно-белое мышление? Глядя видео дальше, можно понять, что оно вполне обоснованное и совсем не черно-белое. Но зачем говорить такие громкие слова до этого? И главное, на мой взгляд, очень вредные. Провести адекватную ревизию своих достоинств, недостатков, успехов и провалов. Совет классный, правда, но не так легко просто взять и не испытывать эмоции. Полезно понимать, что у тебя нет основания это чувствовать. Можно стараться не углубляться в занятия с самогрызением. Но нужен же опыт другой реакции в таких ситуациях, вызывающих мысли, что ты недостоин, не такой и все такое. Но опять же, в целом, подход должен быть более всесторонним и профессиональным, потому что причина таких мыслей, точнее их навязчивости, требует профессиональной психиатрической помощи. А психотерапевтическое во многом заключается в том, чтобы открыто об этом поговорить, чтобы пойти на путь к жизни без мыслей, что все будет плохо, потому что я это я, а я все ломаю. Я понимаю, что не у всех такая тревога раскрытия доходит до постоянных мыслей, что у меня всегда все будет плохо, но она легко может дойти, если заниматься вот таким вот самообвинением. Вот разберитесь по-честному без самобичевания, без самообмана и главное, без нытья. Будто все это блаш и нытье, стоит просто от него отказаться. Многие не только чувствуют это недостаточно хорошим, они считают такую позицию полностью обоснованной. А даже если в данный момент нет, думаю, многим знакомо состояние при жестоком тренере, учителе, в среде близких, что осуждение и агрессия на тебя могут появиться в любой момент, и ты будешь изоблечен в чем-то, о чем ты не подозревал, но этот грех за тобой есть, и ты всегда якобы так делаешь. В любой момент любое действие или бездействие может вызвать такую реакцию. И привычка ждать этого и так относиться к себе становится частью человека. Ее не так легко просто выбросить. Если вам в голову лезет мысль по типу, ну да, ну да, но вот у Васи или у Марины дела получше моих, вот они поталантливее и покруче, то гоните эти мысли. Можете даже матом послать куда подальше вот эти мысли. Они ваши злейшие враги. Если уж вам так хочется сравнить себя с кем-то, то сравните себя с собой из прошлого. Что вчера вы не умели, а сегодня научились. Что вчера вы не знали, а сегодня узнали. Ну и так далее. Осознайте, что в желании переложить ответственность за вашу жизнь на поле случаев или судьбу, в этом есть инфантильная выгода. Ведь если за все ответственны не вы, а судьба, гороскоп, натальная карта, прошлой жизни или нумерология, ну то и вам можно ничего не делать. А это бабушка. Запретите себе в нее попадать. Да, это инфантильно, но при чем тут синдром Саванзвенса? Вообще не понимаю, почему снова такие люди показываются безответственными бездельниками. Хотя до этого в этом же видео говорилось, что это адресовано тем, кто имеет достигнутые своими трудами успехи. Почему они внезапно поверили в судьбу и захотели ничего не делать? От желания послать мысль матом она не уйдет. Мне кажется, причина в том, почему такие чужие успехи болезненно воспринимаются. Но я говорила об этом в видео про зависть, отсылаю к нему. Да, другие могут быть круче нас, в этом нет ничего плохого. Я не понимаю, почему человек, зацикленный на своих недостатках для занимаемого места, считает, что все успехи в мире случайность. Если у всех это случайность, то чего сравнивать себя с другими по каким-то пунктам, кроме удачи в рандомайзере? Почему тогда бояться изобличения своей некомпетентности, если все у всех по воле случая? Я работаю на отлюбись, как и все здесь. Правда, не понимаю, от чего такая ассоциация и вывод. Прикол веры самозванцев в удачу в том, что она для него не повторится. И в следующий раз ты ничего не сможешь. Принять свое несовершенство. Попробуйте отнестись к себе со здравой критикой. То есть не ругать себя, а объективно оценивать возможности, способности, знания. И что важно, свои ограничения. Но реальность такова, что из-за этого желания быть идеальными, мы сваливаемся в обратный полюс неидеальности. Нас перекидывает то в ощущение суперкомпетентности, то в ощущение тотальной некомпетентности и так далее. Офигенно, вот реально круто сказано. Но я не понимаю, почему до этого говорилось о другом. Тут проблема, которую я встречала, что что-то сказано для экспрессии и так называемых пинков. Я никогда не могу отличить, что сказано для красного словца, а что, правда, дословно человек думает. В таком вопросе, мне кажется, лучше не говорить для красного словца. Про вторичные выгоды и страх взять на себя ответственность как причину многих проблем и просто возьми и откажись от инфантильных выгод, я очень часто слышала от художников и психологов вокруг психоанализа. И это возмущает меня очень сильно. Никто не выбирал беды и зачастую болезненные состояния, вызывающие эти мысли. Да, часто люди с проблемами неприятны, а по кому-то не скажешь, что они есть. Но это не значит, что дело в инфантильном выборе страдать, чтобы не делать ничего и не отвечать за себя. В этой, мне кажется, жутко вредной издевательской теории нет никаких подтверждений, поэтому ее распространение в якобы психологии меня особенно бесит. И я призываю вас не относиться ни к себе, ни к кому так однобоко и плохо. Поделитесь, пожалуйста, что вы думаете об этом. Испытываете ли вы тоже негодование, что и я? Встречали ли вы такое мнение, взгляд на проблемы людей? С какими проблемами вы сталкивались? В общем, делитесь, пожалуйста, будет интересно обсудить. Вы можете найти меня по всем ссылкам в описании, следить за тем, как я делаю комикс в инстаграме и телеграмме, и поддержать его на патреоне. Спасибо вам за все комментарии и лайки. Удачи вам в вашей деятельности и в жизни без самообвинения. Мира вам, пока! Субтитры создавал DimaTorzok